Канада претендует на Северный полюс. Власти намерены обратиться в ООН с просьбой закрепить за страной право на 1,2 млн кв. км. континентального шельфа в Атлантическом океане, а также на арктические территории вплоть до Северного полюса. Канада – одна из нескольких стран, которые стремятся установить контроль над богатыми природными ресурсами регионам. Ранее президент России Владимир Путин назвал Арктику суверенной территорией своей страны. Подробности в нашем следующем репортаже. Премьер-министр Канады сообщил, что правительство страны направило предварительную заявку в специальную комиссию ООН на расширение своего континентального шельфа и будет добиваться права собственности на территории в Арктике. Притязания Канады распространяются на 1,2 млн кв. км. только в Атлантическом океане. По словам Берда, страна претендует и на Северный полюс. Сегодня мы отмечаем важную веху для исторических усилий нашего правительства по определению внешних пределов канадского континентального шельфа, по утверждению и защите нашего национального суверенитета. Говоря проще, на нас возложено важное обязательство заявить, что весь шельф – это территория нашей великой страны. Практически не освоенный арктический шельф – предмет притязаний не только Канады, но также Дании, Норвегии, США и России. Заявки на расширение границ собственного арктического шельфа намерены подать также Финляндия, Швеция и Исландия. Президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что эти территории, по его мнению, принадлежат Москве. Часть Российской Федерации, находящаяся под нашим суверенитетом в течение нескольких веков, так оно и будет оставаться во все последующие времена. В том числе Россия считает своей территорией хребет Ломоносова, простирающийся по дну Северного Ледовитого океана. Его же называют продолжением собственного шельфа Дания и Канада. В 2007 году российская экспедиция установила на дне Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса национальный флаг, заявив, что таким образом символически закрепляет за собой право на территорию. Это вызвало негодование других президентов на арктические богатства.